Вековые юбилеи Натхнённая чёрным квадратом выстава республиканского мастацкого проекта «Формат» открылась в Могилёве. Какой будет другая декада студеня? Глядите в выпуске. Больше за 4500 жахаров Могилёвской в области працуются в системе социальной обороны. Гэтыми днями они отримывают веншивание со 100-годовым юбилеем службы. Гоноровый сход с нагодой юбилея в этой хвилины проходят в Палаце культуры в области. В социальной службе ровно 100 гадов. Починалася я ее история за увядение допомоги, якую выдавали в выпадках бедствов и беспрацовья. Сегодня у компетенции работников системы социальной обороны пытание занятости насельництва заработной платы, пенсийного забеспечения, аховы працы и социальной допомоги. И у каждой выпадки это постоянная праца с людьми, яким вельми необходима поддержка. Так, до приклада, в Могилёвской в области сегодня працуют 9 психоневрологичных домов-интернатов, социальные работники допомагают па господарцы большим 12 тысячам непрацаздольных же хоров в области. Что год, з'являются новые формы допомоги. Популярными и у райцентрах, и у городах становятся послуга социальной няни, перекладчика жестовой мовы и помощника у пасупроводженни. Запевнили, что это обовязково. Гандляры, которые ходят по квартирах, этим разом пропонуют сигнализаторы за газованность и помешкание. Прибор, сдавался бы добрый, вот только продают, я гупанат-то завышенной цене и под выглядом супрационников газовой службы. Пришел молодой человек, позвонил в дверь, представился, что он сотрудник газовой службы и показал даже удостоверение. То есть мои родители решили, что это газ, горгаз какой, облгаз, например, да, и пустили его в квартиру. Он прошел к плите, посмотрел плиту, посмотрел, что газ у моих родителей открыт, этот вентиль, да, стал рассказывать про то, что происходит, если происходит утечка газа, какие бывают взрывы. Приходят эти люди днем, кали дома у основным пенсионеры. Запевнивают, что только сейчас и только для их великая изнижка возняют такие сигнализаторы за газованность. Мовля, унабыть их за 159 рублей – усаправдная удача. На гэткую хитрость трапили и батьки Татьяны. Сказал, что в этом доме в мае месяц устанавливали приборы, которые позволяют анализировать этот газ, и что вот их не было дома, и вот сейчас вот надо им тоже установить. Мало квартир осталось, и нужно установить этим оставшимся квартирам. Як пенсионеры отважились на такую покупку, не разумеют сами. Добро одразу спохватились, а что не дали квитанцию об оплате. Миновит от шек и да помог Татьяне вернуть гроши батькам. Не смогла отмоять докучливым гандлярам и гэтая пенсионерка. У меня муж – инвалид первой группы. Но мы решили так, что, ну, уж знаете, можем и забыть, и прочее это. И нам сделали как бы скидку. Когда-то пришел сын с работы, проверили. Включили комфорту, не запаливая газ. Порадочно он не звенит. Про то, что продавцы не мают ни каких относин до газовой службы, поведомили на предприемстве «Могилёугаз». Сигнализаторы загазованности устанавливаются при первоначальной газификации согласно проектов. В дальнейшем при эксплуатации газоснабжающая организация может только в рекомендательном характере порекомендовать гражданам установить сигнализаторы угарного газа. Это там, где установлено отопительное либо водогрейное газовое оборудование. Газовики нагадываются. Их специалисты носят спецоденни синего колера с ответным логотипом и повинны предъявлять службовое посвящение. Так что, как магазин на доме не приносит неприемных колопот, треба быть пильными и незнаемцев в дом не пускать. Снежана Кыржевич, Юлиана Шлыкова, Виталья Алексеенко. Новины региона. 11-го студеня завершается республиканская доброчинная акция «Наши дети». На Могилёшчине и ее удельниками стали около 150 тысяч маленьких жахаров в области. Подарунки, ранешники – добрые справы. Без уваги не застався неводный малый. Угэтым и была головная мета акции. Масштабная доброчинная акция стартовала на Могилёшчине с телемарафону «Сагрейм детячее сердце» от 14-го снежня 2018 года. Яго проводил телеканал «Беларусь-4 Могилёв» разом с Могилёвским отделением Беларусского детячего фонду при патрымце Могилёвского Абл-Ваканкама. И тягом 6-ти годин промога эфира удалось собрать 55 тысяч рублей. Сродки пошли на медобсталевание для тяжких ворых детей-инвалидов пераличены адресно. У часа целого месяца с подарунками у гостя до тех, кому особлива потребная допомога и поддержка, и шли представники органа УЛАДы, долучились и простые люди. Кабе, как мога, больше детей смогли поверить отсюда. Агульными намаганьями удалось повиншовать 52 детячая дамы сямейного типу, 23 центры коррекционно-развивающего навучания, 9 социальных притулков, детячий дом, СОС «Вёску Могилёва». Про это у интервью телерадио компании «Могилёв» рассказал наместник старшини Могилёвского Абл-Ваканкама Андрей Кунцевич. Лично меня очень тронул поступок учащихся в Могилёвской гимназии и колледже искусств, которые инициировали проведение собственной акции «Мелодии добра». Ребята давали мини-концерты в публичных местах и за собранные деньги помогли исполнить новогоднее желание учащегося пятого класса Сиповичской школы-интерната Лёши Христиченко, которому был приобретён и подарён ноутбук со специальными аксессуарами. Полное интервью Андрея Кунцевича глядзите у информационно-аналитичной программе «Днями». У Могилёве открылась выстава республиканского мостатского проекта «Формат». Формат ГЭТЫ выставы «Квадрат», натхнённый знакомитым чорным супраматичным квадратом Казимира Малевича. Белорусские мостаки у темлёйку из Могилёва представили свои працы, которые протягивают традиции Витебской мостатской школы. Это супраматичная муза. У её руках «Чорный квадрат», который Казимир Малевич створил больше за 100 года тому. А всё разом объединяет Витебск Малевича и Унавис. Эта аббревиатура вядома тем, кто интересуется мостатством. С тверждения нового мостатства – авангардное объединение, которое засновал Казимир Малевич для творческого перевороту. А картины на выставе – его вотгук и асенсование. Я думаю, что не деможью сколыхне мостатскую простору и простору Глядашова, мысловцев, потому что Витебская мостатская школа, она тема текавая, что она может не столько отпрацовывать, сколько она взрушивая. И плюс она лучше. Мостатский проект-формат вандруя по выставочной залы Беларуси. Он стартовал в Витебске, у им и завершится в будущем годе. А сегодня он натхняет творческих людей Могилёва. Катерина Градницкая, Илона Иванова, Денис Бутылин – новины региона. Могилёва примет финал Кубка Беларуси по мини-футболе. Ворошальный матч турнира у першыню пройдет в нашем регионе. Сустреча отбудется третьего саковика у спорткомплексе «Олимпийц». Зараз команды ведут боротьбу на стадии 1-4 финалу. Сяродцу искальника у трофея, Лицкий лицельмаш, Минскея столица Ахова Динамо и Территория, Микашевицкий гранит, а так само гомельские клубы БЧ и ВРЗ. Даречи, Миновита Гомеля был уголовным суперником Могилёва за право принять ворошальный матч турниру. Квитки на финал поступят в продаж в ближайший час. Другая декада студенья, по словам синоптика, очекается на 3 градуса в 6 за климатичную норму. А даречи нормы по области лечится температура минус 5-6 градусов. У Аблгидрометия удокладняет, надворье будут вызначать атмосферные фронты. Атмосферный тиск будет то расти, то падать. Что до надворья ближайших дён, по информации синоптика, у субботу прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. На протягу дня махчим и короткочасовый снег. Месцами заверуха на дорогах гололёдится. До того ж парывистый ветер до 14 метров за секунду. У ночи чекается до минус 15, у день от нуля до минус 5. У неделю приблизно такое же надворье, только температура прогнозуется до плюс 1 градуса. На новом тыдне у понеделок слупок термометра уздымится и у вогули до плюс 3. Але, по словам синоптика, особливого потеплення не буде отшуваться. Бо чекается мокрый снег и парывистый ветер до 18 метров за секунду. У ауторых зноу чекаются морозы. До минус 6 градусов. Самые актуальные новины в области на сайте ТВР Могилео Крупка Бая, так само у группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюся доброго настрою. И до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова